Девушки отдыхают Что же придумали инженеры? Чтобы это понять, мы вывернем город наизнанку, обнажим его скрытые внутренние ресурсы и расскажем об искусных технологиях, которые позволили инженерам построить эту жемчужину пустыни. Город наизнанку. Дубай. Город в пустыне. В Дубае 8 утра. Температура днем 40 градусов. Но двум миллионам жителей Дубая можно не думать о палящей жаре и о технологиях, которые спасают их от зноя. Самое заметное техническое чудо – Бурдж-Халифа. Более 800 метров высотой он равен двум Си-Эн-Тауэр. Это высочайший небоскреб в мире. Под его стеклянной оболочкой протекает множество процессов. В этой огромной теплице могут жить и работать 35 тысяч человек. Как же они там все не зажарятся? Ответ прост – вода. 700 тысяч литров в день только для этого здания. Найти столько воды в одном из самых засушливых мест на Земле было сложнейшей задачей при строительстве 40 лет назад. В этом городе нет рек, и дожди идут редко. Но в Дубае воды предостаточно. Как же такое возможно? Ответ лежит в горах, в 80 километрах к востоку. Геолог Кэтрин Гуденав отлично знает эту местность. Она с группой ученых работает над созданием подробной геологической карты Арабских Эмиратов. Мы изучили большую часть Арабских Эмиратов. Сделали наблюдение в 30 тысячах пунктах. Нужно ведь исследовать все. Надо изучить каждую тропинку, проехать по всей пустыне, забраться на каждую гору, спуститься в каждое русло. У нас задача – изучить всю страну. Работая над картой, Кэтрин обнаружила, что Арабские Эмираты не всегда были пустыней. Здесь, в глубокой горной долине, в Ваде, кругом доказательства того, что в этом месте была вода. Само русло имеет форму клина. Это говорит о том, что долина была вырезана потоком воды. Все камни здесь гладкие, они стали такими явно под воздействием воды. Два миллиона лет назад климат Дубая был влажным. На месте нынешних небоскребов по плодотворным равнинам текли полноводные реки. Со временем температуры поднялись, и реки высохли. Пустыня поглотила эти земли, и вода исчезла, но не совсем. Она ушла под землю. И сегодня она все еще течет глубоко под городом. Когда вода движется по Ваде, она течет очень быстро, но когда она протекает между песчинками, галькой, ну и так далее, скорость ее движения замедляется, и она не испаряется так быстро, потому что находится далеко от поверхности. Таким образом, вода может оставаться под землей тысячи лет. Это и стало источником воды для всего Дубая. Этот древний источник дал толчок развитию Дубая. Но теперь он один не может утолить жажду растущего мегаполиса. Сегодня город зависит от огромных заводов, которые превращают морскую воду в пресную. Но подача воды в город и небоскребы, такие как Бурдж-Халифа, задача не из легких. Инженер Джон Звец контролировал установку водопроводных сетей во многие небоскребы города. Если бы мы с вами посмотрели на систему распределения воды в этом городе, то увидели бы тысячи, тысячи напоминающих тарелку спагетти-труб. Вода подается в каждый дом, на каждый уровень, на каждый этаж. Использовать один насос для подачи воды в такое высокое здание, как Бурдж-Халифа, опасно. Для такой высоты требуется огромное давление, и трубы могут взорваться. Поэтому воду качают этапами. Сначала в резервуар на сороковом этаже, затем в баке по 800 тысяч литров и так далее до самого верха. После чего вода просто сама стекает вниз. 700 тысячи литров воды проходит через Бурдж-Халифа, и это только за один день. Эта технология используется в городе повсеместно. Джон заканчивает работу над водопроводом в Принцесс-Тауэр, самым высоком в мире жилом здании. Ему нужно подать воду на высоту почти полкилометра. Перед нами резервуар для воды на 79-м этаже. Когда вода доходит сюда, это четвертый этап. Объем этого резервуара 300 тысяч литров воды 300 тысяч литров воды. Если бы можно было взглянуть на водную инфраструктуру, вы бы увидели, насколько велика сеть водоснабжения в таком большом городе, как Дубай. В Дубае более двухсот небоскребов, и всем нужна вода. За стеклянными оболочками километры труб. Они засасывают миллионы литров воды в минуту из труб, зарытых глубоко в песке и укрытых от жары. Эти стальные артерии снабжают каждого жителя пятьюстами литрами воды в день. Но лишь малая часть воды идет на бытовые нужды. Основная охлаждает город. В таком городе, как Дубай, кондиционеры, которые охлаждают воздух, разогретые до 40-45 градусов Цельсия, до безопасных температур, просто насущная необходимость. Без этого никак не обойтись. Четыре из этих огромных башен охлаждают воду для кондиционеров. Потребление воды этими башнями на полной мощности составляет около 12 тысяч литров в день. Это 500 литров воды в час. Эта система охлаждения воды работает несколько дней, поэтому температура воздуха пока высокая. Небоскреб Принцесс Тауэр такой огромный, что потребуется две недели охлаждения на полной мощности, чтобы снизить температуру пустыни до комфортных 23 градусов. Без воды Дубай не существовал бы, но инженеры справились с этой проблемой. Город наизнанку Город наизнанку. Дубай. Город в пустыне. Самая потрясающая улица Ближнего Востока Шейх Заяд Роуд в Дубае. Здесь 50 небоскребов, больше, чем на Манхэттене. И каждый весит четверть миллиона тонн. Но всюду под ними, а также под дорогами и тротуарами лежит мягкий песок. Перед инженерами стояла задача не позволить башням обрушиться. Вот человек, который знает решение. Инженер Назер Назер. Его последний колосс высотой почти 200 метров Бурджсай-бульвар Тауэр. Это последний план, не так ли? Когда я приехал сюда впервые, здесь была огромная пустыня. Передвигаться можно было только на машине. А теперь посмотрите, перед вами стоит один из самых современных и роскошных городов на нашей планете. Бурджсайд, Голиаф из стали и бетона. Бурджсайд-бульвар Тауэр весит около сотни тысяч тонн. Сооружение тяжелое, поэтому необходим прочный фундамент, который выдержит его вес. Но прочный фундамент должен покоиться на прочной породе. На востоке, в горах Хаджар, Кэтрин Гуденов нашла источник подстилающей породы Дубая. Эти горы очень важны для Дубая, поскольку именно из них образовалась подстилающая порода Дубая. Горы, которые мы видим, образовались 95 миллионов лет назад и раньше были дном океана. Но огромные тектонические и компрессионные силы сжали дно океана и вытолкнули эти горы на край континента, туда, где они сейчас и находятся. 30 миллионов лет назад тектонические процессы вытолкнули горы на 3 километра вверх. На протяжении миллионов лет дождевые потоки смывали камни с вершин гор и несли их в сторону Дубая. Здесь они образовали плотный слой. Его видно до сих пор там, где дорога проходит по холмам. Здесь мы видим слой породы, состоящий из округлых камней, таких как этот. Округлая форма этих камней говорит о том, что их принесли сюда реки. Затем потоки воды текли через гравий и начали осаждать карбонатные минералы, такие белесые минералы. И эти карбонаты образовали цемент. Карбонат закреплял булыжники с гор в породу. Сегодня она на глубине 40 метров под песком. Поэтому Дубай одно из худших мест для возведения небоскребов. В обычных странах подстилающая порода находится неглубоко. Вы погружаетесь на несколько метров, чего достаточно для строительства многоэтажек. Вот с чем мы имеем дело, когда проектируем здание здесь. Приходится считаться с тем, что пески довольно рыхлые и цементированные. Я говорю об условиях на глубине 25-30 метров под землей. Чтобы достигнуть породы, команда бурит песок на глубину 35 метров. В отверстие зальют густой глиняный шликер, чтобы они не рухнули. Затем в них опустят длинные стальные клети и закачают 100 тонн бетона. Затвердевшая колонна станет фундаментной сваи. На Манхэттене для такого же небоскреба хватит и нескольких свай. В Дубае же нужно 250. Они спрессовывают землю под небоскребом в прочное основание. Вот секрет высотных зданий в Дубае. Если вы можете себе это представить, то на этом месте глубоко под землей находятся бетонные джунгли с огромными столбами метровой толщины. Под каждым небоскребом их 250. Столбы уходят вниз, достигая глубины 35-40 метров. Для Бурджсайд Бульвар Тауэр требуется 75 тысяч тонн бетона. Но бетонировать при такой жаре просто невозможно. Представьте себе температуру летом около 50 градусов Цельсия. Конечно же это очень жарко. Если вы начнете утром, к полудню температура поднимется и бетон будет испорчен. Появятся трещины и придется его разрушить. И все начинать сначала. Из-за трещин здание обвалится. Команда НАЗРА работает ночью. А Дубай становится все выше и выше. за последние 20 лет под городом возник целый лес фундаментных свай. Под шейх Заид Роуд больше бетона, чем под любой другой улицей мира. Но без этих свай современный Дубай не существовал бы. Инженерам удалось справиться с задачей построить небоскребы на песке. но их еще нужно защищать от сильных ветров пустыни. Дубай любит посещать богатые и знаменитые, а самые богатые останавливаются здесь. В Бурдж-Эль-Арабе, одном из самых высоких и дорогих отелей в мире. Неделя в Семизвездочном дворце стоит 100 тысяч долларов. Высокопоставленные гости прибывают на вертолете. Приземлиться здесь нелегко. При ветре 75 километров в час это сложно даже для военного пилота Дона Дугласа. Мы в километре от площадки. Готовимся к посадке. Снова ветер. Снижаемся, нагружая лопасти. Возможно небольшая турбулентность. Ветры задувают с обеих сторон здания, смешиваются и это приводит к турбулентности. Мы подлетаем ближе и замедляемся. Сейчас почувствуем силу ветра. Надеюсь, полет вам понравился, мэм? Да, спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Это сильный ветер, но бывает и хуже. иногда он достигает 130 километров в час. Защита здания от ветров другая задача для инженеров. Лаборатория. Здесь тестируют различные проекты. Томас Белл Райт управляет открытой лабораторией, в которой симулируют пустынную бурю. Уверены, что правильно установили луч. Том проверяет блокирование, то есть оболочку небоскребов. Он использует двигатель самолета как ветрогенератор. Этот тест покажет, как здание выстоит перед напастями природы. Если система не сработает, мы выясним причину проблемы. тест пройдет на предельной скорости до 145 километров в час. В смесь добавляют воду, чтобы заметить мелкие трещины на панелях. Если инспектор увидит следы воды внутри, проект провален. Ну, посмотрим. Как прошло? Все нормально? Да, это необычная проверка. Такой динамичный тест очень надежен, потому что он воспроизводит настоящие погодные условия, которые зданием предстоит выдерживать. Но защитить здание снаружи недостаточно. самая впечатляющая технология Бурдж-Эль-Араба скрыта от глаз. Сильные ветры, дующие со стороны Персидского залива, могут согнуть и даже сломать бетонное здание. Инженеры защитили Бурдж-Эль-Араб стальной рамой на стальной основе. Экзоскелет Это изобретение распределяет силу ветра и стабилизирует сооружение. Внутри скелета находятся амортизаторы. Они движутся против ветра и еще больше уменьшают его силу, так что гости могут потягивать дорогие коктейли, не чувствуя качки. Но если ветры дуют из пустыни, они приносят песок. Город наизнанку Город наизнанку Дубай город в пустыне Мощные песчаные бури возникают внезапно. Они движутся к Дубаю с огромной скоростью, обрушивая тысячи тонн песка на улице. Бури могут бушевать в городе несколько дней. При такой буре, как эта, видимость снижается до нескольких метров. Эти бури разрушают все, что попадается им на пути. Они забивают водостоки и блокируют движение. Дубай находится на линии огня, на самом краю самого большого песчаного участка в мире. Пустыня Руб Эль-Хали не лучшее место для встречи с бурей. Видимость почти нулевая, но проезжая по барханам, нужно видеть, куда едешь. Кэтрин заезжала далеко в пустыню, работая над картой, и овладела искусством езды по барханам. Если бы я не спустила шины, мы бы с большой вероятностью застряли. От езды по пустыне получаешь гораздо больше адреналина, чем по горам. Когда едете по бархану или через край бархана, важно правильно управлять машиной. Лучше не тормозить, потому что тогда машина увязнет и вас ожидают большие проблемы. По очертаниям этих барханов Кэтрин определяет, как ей проехать. Попробую подняться по песку с разгона. Она также может определить, какой ветер там дует. Песчаные барханы как ребусы. В них скрыто много информации. По бархану видно, что пологий склон, там, откуда дует ветер, который сдувает с него песчинки, и потом они осыпаются с крутого склона. Сегодня ветер слабый, но песок все равно пока продолжает осыпаться по склонам барханов. Когда ветер усиливается, он поднимает тяжелые песчинки. Они падают и рассыпаются на тысячи частиц. те поднимаются высоко в воздух и образуют густые облака. Пыльные бури в Дубае это жуткое зрелище. Особенно, если вы заведующий безопасностью в Бурдж Эль-Арабе. Песчаные бури приходят из внутренних районов, и вы видите, что приближается большое облако. Затем оно накрывает весь Бурдж, его скорость достигает около 30 км в час, когда оно обрушивается на Бурдж. Все в пыли, все в песке. Ужасное зрелище. Четыре раза в год команда уборщиков, вооружившись струйными моечными машинами, отмывает пыль с Бурдж Эль-Араба. Чтобы смыть весь песок с Бурдж Эль-Араба и открыть его для гостей, нужно две недели. Инженеры в Дубае решили проблему сильных ветров. Сама форма зданий меняет направление ветра даже в самую свирепую бурю. Своим стремительным ростом город обязан залежем нефти. Но добыча черного золота еще одна задача для инженеров. Движущая сила невероятного роста Дубая это нефть. Нигде в мире нет столько нефти, как в Персидском заливе. Но добыть ее очень сложно. Глубина вод достигает 70 метров. А до нефти еще 4 километра песка над месторождением. Разработка этих ценных резервуаров трудная задача. на площадке этой площадке за городом строятся нефтепромысловые платформы, которые будут использованы в Персидском заливе. Инженер Безил Джорджи Кополис запускает установку Джек-Ап-рик. Эта установка специально спроектирована для данного региона Персидского залива, где глубина воды достигает 60 метров. Нам пора начинать. Джек-Ап-рик необычная буровая установка. Она мобильна и предназначена для поиска нефти. Начинаем! Начинаем! Традиционные установки неподвижны. Они крепятся к основанию на дне моря. Джек-Ап-рик маневренный. Он доплывает до нужного места и вытягивает ноги опоры. Большие плоские опоры безопасно распределяют вес. Они удерживают установку, пока бурят скважины, чтобы достать сокровище под заливом. Это одна из секций ног для буровой установки. Она состоит из 72 тонн стали. всего на участке 27 таких секций. 11 тысяч тонн принимают на себя эти зубья. Строительство буровой установки занимает полтора года. Строительство этой установки обходится 160 миллионов долларов. Здесь находится тысяча рабочих. Такие инвестиции оправданы, потому что окупаются сполна. В Персидском заливе полтриллиона баррелей нефти – самый большой запас в мире. Но почему столько нефти находится в одном месте? Ответ лежит в 25 километрах к северу от города. Здесь участок нетронутой береговой линии. Эти районы когда-то заливались водой во время приливов. После прилива здесь оставались толстые пласты водорослей. Здесь много темного органического материала. Кажется, это и есть то, что мы ищем. да, ух ты. Потрясающе. Похоже на кусок старой кожи, но на самом деле это слой живых или отмерших организмов. Предки этих крошечных организмов создали нефть в Дубае. 200 миллионов лет назад этот участок был дном океана. Теплые неглубокие воды кишели планктоном. На дне моря образовался слой отмерших организмов. Верхние отложения повышали давление и температуру внизу. Со временем отмершие организмы превратились в нефть. Черное золото оставалось внизу до тех пор, пока не просочилась через трещины в камнях и не скопилась в сотнях карманов глубоко под заливом. Благодаря такой случайности Дубай и появился на карте. Между тем буровая установка уже готова. Осталось только погрузить стальной монстр весом 6300 тонн на морскую баржу. Установка грузится на баржу и под ее весом баржа начинает крениться. Сейчас на баржу начнет действовать изгибающий момент. Нужно проследить за носом баржи, потому что она может начать крениться вперед. Все в порядке, баржа устойчива, погрузка проходит без помех. Погрузка установки заканчивается как раз перед отливом. Через несколько недель она начнет добывать нефть, обогащая Дубай. Эти современные буровые установки добывают по 50 тысяч баррелей нефти в день из нефтяных карманов Дубая. и все они вместе приносят прибыль миллиард долларов в год. Благодаря нефти Дубай превратился сегодня в богатейший город земли. Но в Дубае скоро может не остаться места для тех, кто едет туда в поисках райской жизни. Город наизнанку Дубай город в пустыне Дубай стремительно растущий город в пустыне. Но чтобы привлечь состоятельных людей ему необходима недвижимость на берегу моря которой мало. Решение проблемы Пальма Джумейра искусственный остров в форме пальмы. Это потрясающее сооружение. Оцените его масштаб из глубины океана. Размером с 8 футбольных полей он защищен преградой из 7 миллионов тонн камней. На 94 миллионах тонн песка находятся 5000 домов. Потрясающий курорт прямо посреди океана. Акиль Казим наблюдал за тем, как строился остров. Очевидно, создание острова было необходимо из-за того, что в Дубае очень короткая береговая линия, на которой мало места для строительства роскошной недвижимости. Пришлось добавить 70 километров к существующей линии. Таким образом, у острова длинная береговая линия. Остров красив не только сверху. Посмотрите на формы ветвей. Каждая ветвь имеет два ряда домов. Один ряд идет в одну сторону, другой в обратную. Такие искусственные острова разрешили геологическую проблему Дубая. В таких городах, как Ванкувер, береговые линии длинные и извилистые, и на них много места для домов. Берег Дубая почти прямой, поэтому здесь места мало. Но так было не всегда. Шесть тысяч лет назад побережье выглядело совсем по-другому. здесь было много бухт, но со временем ветер и вода нанесли на берег песок, отрезав его от моря. Бухты заполнились песком и исчезли, оставив самую прямую береговую линию в мире. Искусственные острова окончательно решили проблему недостатка побережья. И создавались они с помощью вот такой машины земснаряд Халидж Бэй. Он еженедельно засасывает 70 тысяч тонн песка и камня со дна моря. Его орудие режущая головка. На режущей головке есть зубчатые крепления. Эти молотки разбивают породу. Мы черпаем камни и песок. Внутри головки есть большой всас, который всасывает разрыхленный ею же грунт. Туда лучше не попадать. Чтобы построить остров, нужна армия земснарядов. Им нужно взрыхлить 150 миллионов тонн песка. Форма острова передается со спутника навигационными системами. трубы сбрасывают песок в море, пока на поверхности не появятся контуры острова. Наконец, лодки с насосами сглаживают края. Теперь остров готов для заселения. недвижимость здесь стоит баснословных денег. Лучше стоит до 50 миллионов долларов. Этот участок уникален из-за вида на море на 270 градусов. Владельцы дорого заплатили за это место. Цена участка около 170 миллионов дирхемов. Очевидно, что местные жители не испытывают недостатка в средствах. Строительство в море обычное дело в Дубае. Линия берега сильно изменилась. На создание более 900 городских кварталов в море строители израсходовали более 600 миллионов тонн песка. Этого достаточно, чтобы засыпать центральный парк Нью-Йорка метровым слоем. На островах построено жилье для трех миллионов человек и строительство продолжается. Благодаря островам побережье стало в семь раз длиннее. Береговая линия изменилась до неузнаваемости. Но она в опасности. Ветры и течения угрожают унести песок в море. Инженеры идут на крайние меры, чтобы защитить побережье от океана. Водолазы направляются к последнему мегапроекту города в четырех километрах от берега. Мировым островам из полумиллиарда тонн песка в форме карты Земли. Задача инженеров защитить эти острова от сильных ветров и течений. Брэндон Джек собирается проверить волнорез, каменную стену, защищающую острова от эрозии. Команда пытается найти это место. Мы найдем это место с помощью системы GPS. Его не найти на картах, потому что координаты держатся в секрете. Эта секретная локация — место одного из самых дерзких проектов в истории Дубая. — Спасибо. Вот так. Четыре года назад обнаружили огромный коралловый риф — редкость для Дубая. Но он находился у входа в порт, и кораллы умирали. Команда Брэндона взялась переместить целый риф на волнорез мировых островов. За такую задачу до них никто и никогда не брался. Когда работа была закончена, гарантий успеха не было. Коралл был покрыт твердой коркой. Такие кораллы очень плотно растут на скалах, так что обычные способы перемещения никуда не годятся. Риф был самым крупным в Дубае. 20 тысяч колоний кораллов. Если пытаться вытащить их из камней по одному, погибнет каждый третий. поэтому придумали такой способ. В камнях пробурили дыры, заполнили их нетоксичным клеем и вставили стальные прутья. Риф был готов к перемещению. Кран поднял камни со дна моря и прикрепил к баржи. Затем их отбуксировали на 15 километров в их новый дом, не извлекая из воды. Перемещение тысячи валунов каждый весом в 5 тонн было грандиозно. Предстояло отбуксировать их к мировым островам и опустить на волнорез, не повредив кораллы. Их распределили по площади, равной 10 футбольным полям, чтобы помочь кораллам выжить и дать место для роста новых. Сегодня водолазы Брэндона проверяют состояние кораллов. Готовы? Хорошо. Море сегодня неспокойное. Сегодняшний водоворот и есть причина появления здесь рифа. Он обеспечивает защиту островов за волнорезом. Как правило, треть пересаженных кораллов погибает. Но на первый взгляд 90% кораллов рифа живы. И это уникальный успех. Сейчас узнаем. Как риф? Очень хорошо. Отлично. Он живет. Теперь коралловый риф усиливает защиту волнореза около мировых островов. Он не только выполняет основную функцию, но и служит примером экологически безопасного волнореза, который мы здесь и создали. Перемещение рифа для защиты береговой линии Дубая обошлось в 10 миллионов долларов. Многие гениальные находки скрываются под оболочкой. Защита берега, добыча нефти со дна, башни на песке, подача воды в небоскребы. Благодаря им Дубай вырос на барханах и стал жемчужиной пустыни. Программа